МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона сегодня провел оперативное совещание, в ходе которого обсуждалась проблема вывоза жидких бытовых отходов из жилых домов в поселке Искатели. Александр Цибульский поручил главам администрации Заполярного района, рабочего поселка Искатели и вице-губернатора Нинецкого округа, курирующего вопросы ЖКХ в регионе, в сжатые сроки проработать два плана действий по решению проблемы вывоза жидких бытовых отходов – локальный и глобальный. Проблема вывоза нечистот в поселке Искатели возникла после того, как по решению суда закрыли поселковую свалку. Теперь вывоз жидких бытовых отходов производится на городскую свалку. Это значительно увеличивает время, которое осенизаторские машины тратят на вывоз отходов – с 20 минут на один рейс до двух часов. В сутки из Искателей необходимо вывозить от 900 до 1200 кубометров отходов. В минувшие выходные ситуацию под личный контроль взял глава Нинецкого округа Александр Цибульский. В выходные дни губернатор поручил составить и представить ему план действий, состоящий из двух направлений. Первый – локальный. Он подразумевает решение вопроса сегодня для того, чтобы устранить те неприятности, которые испытывают на себе жители поселка Искателей. Второй – глобальный, с тем, чтобы все заинтересованные лица понимали, как этот вопрос решить системно, исходя из тех возможностей, которые есть. По словам лиц, несущих ответственность за организацию вывоза нечистоты из жилых домов поселка, на муниципальном уровне первоочередными мирами по решению проблемы станет увеличение количества осенизаторских машин, осуществляющих соответствующие работы. Григорий Коваленко заверил в Рио губернатора, что уже завтра количество техники увеличится вдвое – с 4 до 8 автомобилей. На какое-то время это поможет решить проблему. Вместе с тем масштаб ее носит гораздо более серьезный характер. Для комплексного решения задачи по системной организации вывоза жидких бытовых отходов в поселке требуется запуск в эксплуатацию очистных сооружений. Это один из долгостроев, заказчиком строительства которого является администрация Заполярного района. Срок сдачи объекта в эксплуатацию затянулся уже на два года. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, в режиме пуска наладки объект начнет принимать стоки в декабре 2017-го. В то же время вице-губернатор Неницкого округа, курирующий вопросы строительства и ЖКХ в регионе Алексей Еремеев, заявляет, что полноценную работу очистных сооружений невозможно обеспечить, не построив канализационные сети. Цена строительства сетей – порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Для меня непонятна ситуация, когда годами не вводится в эксплуатацию объекты, готовность которых превышает 90 и более процентов. Сказки о том, что Неницкий округ – уникальный субъект с точки зрения транспортной логистики, меня не устраивают. Я выходные посетила завод железобетонных изделий. Его мощности и материальные запасы позволяют решать вопросы, не ссылаясь на логистику и короткий период навигации, сказал Александр Цибульский, подчеркнув при этом, что одной из приоритетных задач, которые стоят сегодня перед властями всех уровней, является выяснение причин затянувшейся сдачи строительных объектов и изменения подхода к строительству в регионе. По итогам совещания принято решение об увеличении количества техники, задействованной в процессе вывоза нечистот из домов поселка Искателей. Кроме того, глава округа поручил поселковым властям просчитать потребность муниципалитетов субсидий на компенсацию затрат по вывозу ЖБО. Этот вопрос исполнительные власти округа будут решать совместно с собранием депутатов Неницкого округа. Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский встретился с председателем суда Неницкого округа Евгением Мартыновым и всем судейским сообществом региона. Судебная система Неницкого округа включает непосредственно сам суд Неницкого округа, Наринмарский городской суд, а также мировую юстицию Неницкого округа и постоянное судебное присутствие арбитражного суда Архангельской области в Неницком округе. Встреча с главой региона прошла в окружном дворце правосудия. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и сотрудничества региональной исполнительной власти и окружной судебной системы. В рамках расширенной рабочей встречи Евгений Мартынов рассказал об особенностях правосудия на территории Заполярного округа и материально-техническом обеспечении судебной системы в регионе, а также подвел предварительные итоги работы в этом году. В полтора с лишним раз увеличилось количество обращений в суды по гражданским делам, поскольку уголовные это то, что дают, административные то, что там поймают. Ну а гражданские это то, что граждане обращаются за судебной защитой тогда, когда где-то пытаются найти эту правду. И по двери цифры, могу с гордостью сказать, действительно получилось так, что Ненецкий автономный округ, хотя население всего 44 тысячи с небольшим у нас, поэтому самого активного значительно меньше, но мы занимаем первое место по северо-западу по количеству обращений в суд за разрешением спора. Три с лишним тысячи обращений было в судебные органы в прошлом году. В этом году уже на первое июня было две с лишним тысячи, то есть где-то около четырех с лишним тысяч по гражданским делам. Это обращение непосредственно в суды. Также председатель окружного суда отметил, что в Ненецком округе нет дел, которые находятся в производстве больше года. Максимальный срок по большинству из них три месяца. Глава Ненецкого округа Александр Цибульский в свою очередь отметил, что готов к сотрудничеству по любым вопросам, которые относятся к компетенции администрации Ненецкого округа. Если сегодня посмотреть, то в обществе самый большой нахал вызывает вопрос справедливости. Вот все остальное, то, что связано, коррупция, это на самом деле следствие того, что человек не ощущает себя справедливости, в обществе не видит справедливости. И на самом деле, конечно, вот ваша роль в этом ощущении гражданина, вот это, что в мире и в жизни есть справедливость, она основная. Это очень важно. И когда вы говорите, что в полтора раза увеличились обращения в суд по гражданским делам, это на самом деле свидетельствует о том, что люди в Ненецком округе на самом деле сегодня видят суд в качестве эффективного инструмента восстановления справедливости в разных жизненных ситуациях. В рамках рабочей встречи представители судебного сообщества и глава региона пообщались также на тему материально-технической оснащенности судов. В частности, Наринмарский городской суд пригласил Александра Цибульского 1 декабря на новоселье. Суд въедет в полностью реконструированное по всем стандартам здание. Избирком Ненецкого округа и многофункциональный центр подписали соглашение о взаимодействии. Предметом соглашения стал порядок взаимодействия МФЦ и комиссии при организации предоставления в территориальных отделах МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о включении граждан в списки избирателей по месту своего нахождения. Срок действия соглашения по 31 декабря 2018 года. За этот период времени на территории региона состоятся выборы президента Российской Федерации 18 марта. А в единый день голосования 9 сентября жителям округа предстоит избрать депутатов Окружного и Архангельского областного собрания депутатов. Практика включения граждан в списки избирателей по месту своего нахождения была впервые опробована в прошедшую единый день голосования 10 сентября 2017 года на региональных выборах по 20 субъектах России. Доноры Ненецкого округа обратились в профильный департамент с просьбой сократить срок выплаты компенсации за сдачу крови и ее компонентов. Сегодня соответствующие выплаты переводятся в течение 30 дней с момента обращения в финансово-расчетный центр. Срок перечисления средств предлагается сократить до трех дней. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого округа. После каждой сдачи крови и ее компонентов окружные доноры получают право на единовременную денежную компенсацию стоимости обеда в размере 933 рублей. Соответствующей справкой доноры отправляются в финансово-расчетный центр, но получают выплаты не сразу, а в течение 30 дней с момента обращения. Этот срок, по мнению сдающих кровь, необходимо сократить. Я иногда целый месяц не могла там получить, потому что придешь, определяешь справку, они говорят, а деньги донорские на следующий день закончатся, приходите завтра. И так мы целый месяц ходили. После обращения доноров в профильный департамент срок выплаты компенсации сократится в 10 раз, а наряду с наличными расчетами появятся безналичные. Мы проанализировали. Конечно, тот 30-дневный срок мы полностью согласны, он очень большой. Но учитывая, что мы переходим на безналичный округ, и хотели бы все-таки, чтобы перечисление средств было в безналичном виде, сопротивление этот срок до 3 дней. То есть мы проанализировали, мы можем в течение 3 дней обеспечить перечисление этих средств. Сегодня в регионе более 340 человек являются постоянными донорами. Треть находятся в резерве, две трети сдают кровь 3 раза в год. За раз донор жертвует порядка 450 мл крови. Поэтому, кроме того, что этот человек должен быть здоров и не иметь медицинских противопоказаний, перед и после каждой кроводачи обязателен прием пищи. Уже было сказано, прежде чем донор приступить к донации крови или плазмы, он пьет теплый горячий чай, теплый горячий сахаром, с печеньем или бряниками. После сразу получает 100 граммов черного шоколада притошной. И все. Это завтрак, по сути дела, до донации. После донации мы обязаны, конечно, кормить. Что касается приема пищи после кроводачи, то здесь, согласно законодательству, у доноров есть выбор. Получить полноценное бесплатное питание в день сдачи крови либо получить компенсацию стоимости обеда. Согласно проведенному Ненецкой окружной больнице анкетированию, все без исключения доноры проголосовали за выплату из окружного бюджета. И теперь она будет производиться в течение трех дней с момента обращения в финансово-расчетный центр. Ирина Цепетова, Антон Вудряков, Телеканал «Север». Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения подвел промежуточные итоги обеспечения граждан льготными лекарствами. С января текущего года медиками региона выписано 49 тысяч рецептов для предоставления лекарств за счет окружной или федеральной казны. Из них порядка более 36,5 тысяч рецептов были выписаны региональными льготниками и около 12,5 тысяч – федеральным. В целом, обеспечение жителей субъекта льготными лекарственными препаратами обошлось государству в 67 миллионов 200 тысяч рублей. Из них на долю окружного бюджета приходится около 42 миллионов рублей. Почти половина льготного лекарственного обеспечения приходится на граждан высокого возраста старше 60 лет. Это обусловлено тем, что Ненецкий округ – единственный субъект России, который ввел у себя дополнительную льготу на получение бесплатных лекарств для этой самой многочисленной категории. Кроме того, право на льготные препараты за счет окружной казны в Ненецком округе имеют беременные и кормящие женщины и дети до 7 лет из многодетных семей. С 2017 года региональными льготниками по лекарственному обеспечению стали также люди, перенесшие инфаркт или инсульт, которые нуждаются в лечении на протяжении двух лет. Льготные рецепты выписывают лечащие врачи. Их обслуживанием занимается аптечная сеть Ненецкая фармация. Ежегодно данное предприятие обслуживает более 60 тысяч рецептов по региональной льготе и более 20 тысяч по федеральной. На сегодняшний день на территории Ненецкого округа проживают более 3 тысяч федеральных льготников и более 11 тысяч окружных. В перечень льготных лекарственных препаратов входит более 300 наименований. Все эти препараты относятся к категории жизненно важных и необходимых. Сладких снов и до скорой встречи! Житель заповедника Ненецкий Бурый Медведь и Миша отправился в зимнюю спячку. А в Ненецком округе отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником аграриев региона поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры Арктика. В сельскохозяйственных предприятиях Ненецкого округа занято более 1400 жителей региона. Они производят мясную, молочную и рыбную продукцию. Поддержка сельхозтоваропроизводителей округа осуществляется посредством предоставления субсидий на определенные виды производимой продукции за счет средств окружного бюджета. В 2017 году на эти цели предусмотрен 571 миллион рублей. Почти 83% средств уже перечислено окружным аграрием. Вы, наверное, слышали, я неоднократно говорил, что я искренне считаю, что сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность – это, во-первых, одно из самых востребованных сегодня в мире направлений экономики, и, во-вторых, одно из наиболее перспективных направлений развития нашего округа. Мне отрадно, что ваш труд, он имеет конкретные результаты. Сегодня спрос на такую чистую экологическую продукцию растет просто в геометрической прогрессии по всему миру. И я уверен, что мы с вами, благодаря вашему трудолюбию, я надеюсь, нашей поддержке, сможем встроиться в эту систему и обеспечить поставки такой продукции и по стране, и, если честно, я верю, что мы будем оставлять ее в другие страны. Самым успешным в 2017 году работником отрасли Александр Цибульский вручил награды. Так, почетную грамоту Неницкого округа за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, глава региона вручил Сергею Филимонову, который 27 лет являлся руководителем открытого акционерного общества «ВИТО». Кроме того, почетные грамоты администрации были вручены начальнику тепличного комбината Неницкой АПК Галине Чубыкиной и оператору машинного доения этого же предприятия Ольге Задориной. Почетными грамотами и благодарностями профильного федерального министерства награждены также Галина Кожевина, заместитель главного бухгалтера Неницкой АПК и Станислав Семакин, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива рыбловецкого колхоза имени Ленина. Благодарственные письма и почетные грамоты аграриям Неницкого округа также вручили представители профильного окружного департамента и законодательной ветви власти Неницкого округа. В селе Коткино открыли ферму с беспривезным содержанием коров. Новое здание рассчитано на 400 голов, 200 дойная стада и 200 телят. Оборудование фермы позволит доить 240 коров в сутки. Беспривезное содержание позволит увеличить удой с каждой коровы. Рост производственных показателей в хозяйстве позволит увеличить объемы молока, а вместе с тем и молочной продукции – масла, сливок, сметаны и творога. Животные свободно передвигаются на специальных площадках, а процесс дойки происходит в отдельном доильном зале. Как отметил председатель СПК СУЛ Алексей Коткин, в здании новой фермы первым перевели дойное стадо – порядка 170 голов. Коровы достаточно быстро привыкли к новым условиям, привыкли по-новому ходить на дойку. За несколько дней до открытия нового объекта туда же перешли и телята – 86 голов. Сегодня-завтра в новую ферму переведут еще около 70 телят. С введением нового объекта муниципалитет получит дополнительное поступление сельхозналогов в бюджет, раз пока СУЛа создаст 15 рабочих мест из числа жителей села. Подопечный заповедника Ненецкий «Бурый медведь» по имени Миша готовится к предстоящей зимовке. Косолапый находится под опекой уже 5 лет. Именно такой период времени он живет в новом вольере. Здесь у «Бурого Мишки» есть своя берлога, которую он активно готовит к предстоящим холодам. В минувшую субботу жители города и поселка-искатели пришли пожелать ему сладких снов. Среди гостей праздника оказалась и моя коллега Ирина Нижалова. С наступлением холодов «Бурые медведи» впадают в спячку, и наш Миша не исключение. Сегодня пожелать ему сладких снов пришли сотни наринмарцев. Столь пристальному вниманию к своей персоне Мишка, несомненно, был рад. С любопытством смотрел на посетителей, охотно позировал и принимал любимые угощения. Что Мишке принесла? Сгущёнку. Сгущёнку? Ты думаешь, ему нравится гущёнка? Да. Сюрпризы сегодня ждали не только медведя, но и гостей праздника. Сотрудники заповедника Ненецкий и волонтёры приготовили для гостей насыщенную игровую программу. Все желающие могли побывать в импровизированной берлоге, сделать себе аквагрим, пройти интеллектуальные испытания и задания на ловкость, а также сфотографироваться с ростовой куклой. Чтобы гости не замёрзли, их поели горячим чаем с угощениями. Что тебе понравилось? Что, может быть, запомнилось? Что ты узнала? Мне медведь понравился. А что ты о нём узнала? Что он бурый медведь. Что он любит кушать? Он любит йогурт кушать, конфеты. Тебе нравится сюда приходить к нему в гости? Да. А что больше всего нравится? Кормить и смотреть на него. А что, интересно, про медведя знаешь? Не знаю. Ну, что он любит, например? Гущёнку любит, печенье. А что ты сегодня интересного узнала об этом медведе? Ну, сейчас я увидела, как ему постель готовят на зиму. Я его яблоком корнила. Свидетелями того, как Миша готовит себе берлогу к предстоящей спячке, сегодня стала и наша съёмочная группа. Эти еловые ветки становятся настоящей постелью для медведя. В свою берлогу он занесёт их сам. И, возможно, мы это сегодня увидим. Как нам рассказал директор заповедника Ненецкий, Станислав Золотой, за лето Мишка накопил достаточное количество жира и готовится впасть в спячку. Сейчас, в общем-то, для нормального залегания медведя в берлогу необходим снег и отрицательные температуры. Ну и главное, чтобы его не беспокоили. Чтобы наринмарцев довольна смотрелись на Косолапова и успели пожелать ему сладких снов, и был организован сегодняшний праздник. Следующая встреча с Мишей состоится уже весной. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...